привет друзья с вами варчик в этом видео я хочу с вами поделиться лучшими танками 10 уровня в каждом своем классе ст пт тт и лт я назову самые лучшие танки поскольку они выделяются на фоне остальных что-то в них есть сильная имбовая я расскажу какие танки и почему если вам эта тема зайдет и понравится я могу и на остальные уровни сделать такие же видео поэтому обязательно ставьте лайк подписывайтесь если еще не подписаны и обязательно комментарии вы знаете для чего чтобы другие танкисты тоже увидели это видео в рандоме я вижу как люди накатывают тысячи даже десятки тысяч боев на абсолютно убогих танках и задаешься вопросом а почему они это делают а потом заходишь на youtube и находишь видео топ лучших танков таких всяких там а в них половина танков мусор полнейший то есть люди смотрят видос им нарекомендовали навешали лапшу на уши они думают что он невидимо на каком-то офигенном танки играют но они годами играют на полнейшем мусоре поэтому кто хочет исправить этот момент и не играть больше на мусоре если по какой-то причине до сих пор он это делает то внимательно смотрим выбираем себе танчик по душе и катаем на нем они на мусоре и так запоминаем какие танки выделяются по статистике по имбовости по крутости здесь не будет определенного количества здесь будет именно то количество танков которые именно выделяется допустим имбовых пт на десятом уровне всего две они очень сильно выделяются и отрываются от остальных первое из них это т110 е3 это очень сильная пт-шка но играется она по сути как т.т. грубо говоря это сверх тяжелый танк сверх бронированный но без башни брони там очень много лючок фиг пробьешь рубка очень бронированная ничего не пробивается даже алдой даже нлд если немного как-то там довернуть или наклонить танк уже она даже пробивается с трудом а если его спрятать то все пт-шка не пробивается никуда давние не сильно бронированные борта но зачем они вам нужны если у вас лоб не пробивается вообще вам не надо ничего рамбовать просто стал нлд спрятал все ты не пробиваешься зато у тебя много пробития большая альфа и ты можешь бахать довольно таки серьезно по врагам единственные минусы в броне это пробиваются катки возле основания катков на чем они крепятся там уязвимые зоны которые легко пробиваются ну и само собой нлд также еще двигатель ватный есть поэтому когда вы рамбуете если двигатель видно его тоже могут пробивать а так это офигенская пт-шка если вы такой геймплей любите рекомендую следующая пт-шка тоже сверх бронированная объекта в 68 вариант 4 это то же самое что и т-110 е3 только намного бодрее веселее быстрее и активнее но уязвимых зон больше там конечно быстрее активней и намного бодрее но лючок здесь уже пробивается есть полоска на нлд которая тоже пробивается если враги стреляют сверху вниз или мы раскачиваем корпусом то под определенным углом влд пробивается легко то есть на этом танке уже с одной стороны легче играть когда бой быстрый ты успеешь за счет скорости везде поучаствовать но в позиционках тебя легче пробивать здесь нужно уже больше скилла применять но танк тоже очень сильно выделяется на фоне остальных пт-10 дальше поговорим про лучшие ст 10 уровня которые заметно сильнее остальных по статистике лучше всех и сильнее всего выделяются на фоне остальных танки за гк т95 е6 и объект 907 но я бы не сказал что эти танки намного лучше чем прокачиваемые просто у них завышена статистика из-за того что на них играет больше скиловых игроков ну и я не могу сказать что они слабые они вполне себе сильные допустим т95 е6 очень жесткий дпм офигенное пробитие стабилизация точность хорошая скорость маневренность подвижность но вот с броней проблемы есть лоб башни может что-то еще и танкует но на голове такое ощущение что еще одна башня лючок огромный и легко пробивается также когда рамбуешь порт нам там что-то пытаешься гусеницы вы танковать борт очень плохой в броне там много всяких неровностей которые легко впитывают урон как ты не рамбуй все равно броня не очень получается поэтому это чистый танк поддержки с офигеннейшим орудием с какой-то там броней во лбу но назвать ее хороший язык не поворачиваться танк безусловно сильный и офигенный но за счет того что у него завышенная статистика если вы будете на нем играть так себе вы будете сливать на нем статку поскольку на нем надо побольше набивать урончиков фрагов и так далее чтобы статка была нормальная но танк вполне себе это может на прокачиваемых танках статку легче держать поскольку она там заниженная прокачиваемый танк может получить любой а танки за гк нет объект 907 очень дикий дпм у этого танка скорострельность бешеная хорошее пробитие особенно на голде хорошая точность сведения но от стабилизация так себе у объекта 140 получше также броня у него такая непростая иногда что-то там танкует отбивает но вот крыша и vld удар не держит в руках статиста этот танк превращается в убийцу но в руках у людей которым лень потеть и играют недостаточно хорошо вряд ли что-то получится польская стэшка cs63 имбовость этого танка заключается в том что у него есть режим в котором он очень быстро едет и есть режим в котором он точнее стреляет но тоже довольно таки неплохо едет даже в нем вот с пробитием у этого танка на голде допустим есть некие проблемы поскольку там под калибр и пробивает он так себе но насколько же у него бешеный дпм урон набивает он действительно быстро за счет бешеного дпм и максимальной мобильности на поле боя это танки становятся сильным конечно же в руках статистов поскольку они знают как этим пользоваться следующий сильные ст 10 леопард 1 великолепное орудие с хорошей точностью с высоким пробитием и повышенной альфой очень быстрый мобильный но абсолютно картонные ватный опять же в хороших руках его можно реализовать за счет чего на нем чаще всего играют статисты и показывают хороший результат поэтому и по серверной статистике он выбивается стб 1 этот танк чисто для игры от башни абсолютно картонный корпус но неплохое бронирование лба башни конечно есть лючок который несложно пробивается поэтому лучше двигаться также у танка бешеный дпм прям просто очень бешеный хорошее пробитие особенно голдой но у танка есть гидро пневма подвеска за счет которой он вроде бы хорошо опускается поднимается но делает это медленно к этому нужно привыкать не сильно удобно но танк очень сильный в некоторых моментах от рельефа он может просто убить всю команду очень быстро самое главное чтобы его не сильно напрягали поскольку он может и рассыпаться и имба которая появилась недавно это 121 b его там что-то а поле а поле и на поле ему такой бешеный дпм плюс у него неплохая броня во лбу башни в куче со всем этим имеется хорошее пробитие и основным и голдовым снарядом урон набивается на этом танке очень быстро тем более танчик можно получить из агк из-за боны вот этот танк за гк будет попроще чем остальные поскольку и альфа имеется и броня во лбу тоже как для ст-шки неплохая теперь поговорим про лучшие тт-10 которые выбиваются по статистике и люди в основном на них играет намного лучше чем на остальных объект 279 ранний во первых понятное дело что его могут получить не все а во вторых он действительно силен но многие на нем не умеют танковать и не понимают что голдой в лд он пробивается легко если вы стоите ровно или не дай бог опустили в лд вниз а жопу вверх тем самым приведен ки в лд становится настолько мало что он пробивается чем попало вам нужно наоборот приведенную броню увеличивать для этого в лд нужно поднимать а жопу опускать и в таком случае он и будет танковать также у него хорошее пробитие альфа дпм тоже в порядке на голде он может тяжей убивать очень легко также хорошая броня во лбу башни и лючки которые тяжело выцелить за счет этого он долго живет и много накидывает урона танк безусловно сильный но на нем нужно тоже уметь играть т-95 чифтейн это наверное один из самых раскрученных и распиаренных танков за гк понятное дело статисты хорошие игроки и замечательные люди на нем закрутили статистику так высоко что некоторые не могут взять три отметки и по сей день танк очень сильный дпмный быстрый хорошая лобовая броня уязвимой зоны в башне тяжело выцелить танк замечательный офигенный единственно что не сильно радует так себе стабилизация местами снаряд летит хреново пойми куда хотя казалось бы вроде орудия точная но вот попасть с него не так уж и легко плюс голда под калибер а под калибер не особо любит броню пробивать ему бы парикошетить до пробития с расстоянием потерять до нуля но танк безусловно сильный вы косимся 201 к еще один очень сильный танк с хорошей лобовой броней который довольно таки сложно пользоваться поскольку нлд если не доворачивать пробивается еще кино корпусе по бокам торчат вокруг башни их тоже нужно прятать а то они тоже будут пробиваться поэтому броней пользоваться не так уж и легко орудие имеет колоссальную альфу и пробитие на ладе поэтому статистика на этом танке закручена очень высоко танк безусловно силен в 55 это уже прокачиваемый танк как некоторые говорят это бураск на десятом уровне в роли тяжа в основном все катают на нем на барабанной пушке на два снаряда которая за считанные секунды выдает буквально тысячу урона но вот проблема в том что стабилизация так себе пробить голду и так себе стрельбу приятной не назовешь но вот то что он быстрый имеет неплохую броню во лбу но опять же ее пробивать не так уж сложно если стоять как столб этот танк больше для подвижных маневренных боев чтобы из-под тяжка по крысе накидывать тысячами за считанные секунды иногда с применением своей лобовой брони когда приходится ради в позиционные бои на мой взгляд один из самых приятных удобных и простейших танков прокачиваемых и самом сильном тяже на мой взгляд 2021 году это кранваген насколько же на нем легко и приятно играть в нынешнем рандоме с коридорными картами башня которая не пробивается практически никогда да если как-то и и там наклонить и в тебя будет стрелять пт голдой на десятом уровне она имеет там шансы какие-то пробить но все равно там толщина бешеная единственно что там лючки пробиваются но если орудие поднять вверх лючки опустятся их не будет видно поэтому танк абсолютно не уязвим когда играешь от башни также у него барабан на три снаряда с хорошей альфой который перезаряжается буквально там 18 секунд с хорошим экипажем оборудованием танк реально бешеный дпмный сверх приятных позиционных боях от башни на мой взгляд реально это нужно качать всем чтобы кайфануть в рандоме следующий танчик 60 тп ливандовского очень хорошая броня во лбу но вот броня в борту плохая поэтому рамбовать на этом танке нельзя огромная альфа немного пониженное пробитие но на танке в целом приятно и удобно стрелять в куче всех этих характеристик танк довольно таки неплохо выживает и приятно удобно выдает врагам свою альфу налегке на расслабоне можно просто набивать много урона главное не рамбуйте на этом танке я когда вижу когда в рандоме 60 тп рамбует ватным бортом мне просто смешно но и остается поговорить про лтшки 3 лт которые на десятом уровне выделяются на фоне остальных конечно же мантикора просто абсолютно невидимая лтшка которая может где-то стоять и ты пока не споткнешься об нее не увидишь также обладает еще большой альфой и все эти параметры позволяют ей насвечивать много и порою настреливать тоже много за счет альфы поскольку геймплей от альфы самый простой и удобный следующий танк который выделяется это ебр колесник 10 уровня очень сильный в прямых руках неплохая альфа как для лтшки стабилизированное орудие бешеная скорость аналогов этой скорости в игре просто нет ну и конечно же маскировка за счет всех этих параметров танк получается очень сильный и т-100 лт это наверное лтшка которая самая простая среди лт-10 у нее имеется кое-какая броня хорошая маскировка она очень маленькая низенькая в нее тяжело попасть приятное стабилизированное орудие хоть и с небольшой альфой в куче все эти параметры дают вам самую приятную и простую лт в использовании за счет чего она и получилась хорошая по статистике безусловно в это видео можно было включить еще танки которые просто хорошие и в балансе но в таком случае это получилось бы видос не про самые лучшие танки а про лучшие и про нормальные я же назвал вам танки которые прям заметно сильнее остальных в этом была суть этого видео чтобы вы пользовались себе во благо дисбалансом в игре поскольку в этом вся суть игры world of tanks чтобы следить за игрой и пользоваться всеми возможными способами чтобы играть приятно и комфортно один из них это использовать сильные танки с вами бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока